студенты написали тест по математике представим такую ситуацию каждый из них получил какие-то баллы от одного до 10 соответствующие кто-то 5 кто-то 6 кто-то 7 кто-то все 10 и нужно написать программу которая дает оценку если профессор забивает профессор этих студентов забивает баллы в систему то программа ему выдают соответствующую оценку какую оценку получил студент если студент набрал 8 баллов и больше то его оценка будет отлично если студент набрал 6 баллов и более то оценка будет хорошо если 4 балла и более то оценка удовлетворительно и если студент набрал меньше 4 баллов то оценка плохо нужно написать программу для этой ситуации то что вот пользователь или в данном случае преподаватель забивает баллы в программу и программа выдает ему оценку и нужно протестировать оценку 7 с половиной баллов если студент набрал это количество баллов какую оценку он получит пожалуйста поставьте видео на паузу напишите программу и протестируйте 7 с половиной баллов проверим проверим код программы для начала что мы делаем конечно для начала мы вводим переменную input x это хорошо видно это input и здесь мы пишем например баллы сколько баллов набрал студент и теперь кажется все довольно очевидно мы записываем условные шаги если x больше или равен 8 то напиши что это оценка отлично если x больше или равен 6 то напиши что эта оценка хорошо если x больше или равен 4 то напиши что эта оценка удовлетворительна и если x меньше 4 то оценка будет плохо плохо теперь проверим 7 с половиной баллов мы проверим работа для этот код питон спрашивает баллы и пишем 7 с половиной давайте проверим этот код вроде логичный четкий и понятный и какую мы получим output какой результат мы получим а результат будет следующим отлично хорошо удовлетворительно то есть получится результат целых три оценки всего за одну работу и так не может быть это неправильно за одну работу должна быть одна оценка где же ошибка где кроется ошибка конечно же нужно нам это же у нас стрель строка семь с половиной три символа семь точка пять это не семь с половиной они воспринимают это так семь с половиной десяток нужно нам стрель перевести в состояние для этого вводим новую переменную y y это float от x и не забыть что еще сделать обязательно нужно теперь заменить все x и y потому что мы теперь работаем с новой переменной с переменной y здесь у нас одни y теперь ну и теперь точно будет работать давайте попробуем какой результат прогоняем семь с половиной запускаем опять программу и у нас какой будет результат ну как здесь результат у нас здесь будет хорошо и удовлетворительно опять что-то не то опять то ли питон у нас ошибается то ли мы почему опять два две оценки за одну работу ну если посмотреть оценить этот код то как будет действовать питон сначала вот эта вот фраза если да это меня это как вопрос является ли семь с половиной больше восьми нет значит этот блок питон пропускает идет дальше вопрос является ли семь с половиной больше шести числом больше шести да значит питон написал нам хорошо и здесь же опять является ли семь с половиной числом больше чем четыре да значит питон опять берет этот print и пишет нам уд удовлетворительно ну и здесь семь с половиной не является числом меньше четырех поэтому Python этот блок пропускает. То есть этот вот результат, этот output вполне логичный. Python сделал все правильно, ошиблись мы. Что делать? В ситуации, когда для одного input нам нужен только один output, то есть для одного введенного input нам нужен только один результат, а мы получили несколько, значит что-то у нас не так с нашими ключевыми словами, if. Не только if нужно здесь использовать. Как раз для таких ситуаций нам нужен l-if. Давайте немножко пересмотрим наши условия задачи и разобьем все вот эти вот баллы, то есть этот ряд баллов от одного из десяти, будет легче понять условия, если мы разобьем на интервалы. Первый интервал остается прежним, больше или равно восьми. Второй интервал, мы знаем, что здесь оценка больше или равна шести, но она же в то же время должна быть меньше восьми. То есть вот это условие очень важно. Опять же в этой ситуации оценка больше или равна четырем, ну, баллы, да, больше или равно четырем баллов, конечно же. Ну, для данной оценки удовлетворительно баллы должны быть меньше, чем шесть. Он должен набрать меньше, чем шесть баллов. Ну, и здесь все остается прежним. Теперь, значит, здесь все правильно у нас. Если y больше или равен восьми, if мы взяли, но здесь мы видим два противоположных знака с одним и тем же числом. Здесь мы видим такое противопоставление. И это у нас такое слово. В противном случае. Это у нас ключевое слово else. Ну, и здесь мы видим дополнительное условие. Условие это if. Совмещаем вместе, комбинируем эти два слова и получаем... Получаем элиф. И куда нам нужно его, этот элиф? Нам нужно вот этот if, который здесь неправильно был наш, заменить на элиф. Вот для чего нужен элиф. Далее. Опять мы видим два противоположных знака. Противопоставление с одним и тем же числом шесть. Это у нас слово else. Ну, и здесь дополнительное условие. Это у нас слово if. Опять мы их совмещаем, комбинируем. Получается элиф. Ну, и последний блок можно написать немножко покороче, поэлегантнее сделать. Мы видим, что у нас опять противопоставление с одним и тем же числом четыре. Это противопоставление. В противном случае это слово else. Мы не видим никакого дополнительного условия, поэтому это не элиф. Это просто else. Так и запишем. Заменим вот эту вот фразу, заменим эту строчку с if. Она была правильная, но можно сделать всегда короче, чем короче, тем легче читать код. И теперь прогоняем вот это вот число семь с половиной, забиваем его в input. Питон спрашивает, сколько баллов набрал студент. Семь с половиной. Питон работает, превращает х в у. Теперь оценивает, является ли семь с половиной числом большим, чем восемь. Нет. Питон спрыгает сюда, перескакивает эту строчку. Является ли число семь с половиной числом меньшим, чем восемь и большим, чем шесть? Да. Это так и есть. Значит, Питон идет сюда и пишет нам хор. Оценка хорошо. Но дальше Питон идет сюда. Является ли число семь с половиной числом меньшим, чем шесть и большим, чем четыре? Большим, чем четыре, да. Но меньшим, чем шесть, нет. Поэтому это неправильно. Это вот этот блок Питон опять пропускает. А это идет сюда. Но здесь все ясно. Являет ли число 7,5 меньше, чем 4? Однозначно нет. Поэтому у нас будет только один output. Только один результат. Оценка за данную работу. Х. Р. Ш.